Условия максимально приближены к домашним. Таков принцип воспитания в Сочинском доме ребенка. В группах по шесть детей. Каждому индивидуальный подход и у всех свой распорядок дня. Воспитатели вспоминают, еще несколько лет назад здесь было больше 70 сирот. В этом году количество сократилось до 24. В Сочинском специализированном доме ребенка оказывают помощь и детям с ограниченными возможностями здоровья. Вчера родители оказались в трудной жизненной ситуации. К примеру, семьи с плохими жилищными условиями или низким заработком могут привезти сюда своих детей в возрасте от двух месяцев до четырех с половиной лет на реабилитацию, при этом сохранив свои родительские права. Только с начала этого года здесь помогли восьми таким семьям. Поддержка родителей, готовых воспитывать чужих детей как своих, одна из приоритетных задач государства. Об этом в ходе форума заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, приемных семей сейчас почти на 60% больше, чем еще пять лет назад. И кандидатов в усыновители за это время стало почти в два с половиной раза больше. Основные трудности – проблемы с жильем и доступностью дополнительного образования. Говорили и о том, что крайне важно направить силы на предотвращение случаев возврата детей в детские дома. И для этого нужна своевременная помощь психологов и специалистов по усыновлению. Неравномерная поддержка по регионам приемных семей – это тоже важный вопрос. Такая наша внутренняя проблема доступности в наших сердцах, вот этих барьеров, когда слышишь от педагогов о том, что этот ребенок – сирота, что ты от него хочешь, он же детдомовский. Вот это важно преодолеть. Около 70 тысяч в очереди на усыновление. Такую цифру назвала Анна Кузнецова, добавив при этом, что в текущем году впервые за последние годы тенденция изменилась. И сегодня усыновленных детей больше, чем вновь выявленных детей без семьи. Девятилетний Костя и 14-летний Дима, а еще их сестра Кристина растут в одной из 60 сочинских семей, в которых воспитывают приемных детей. Я думаю, что если у кого есть силы и есть возможность, то надо брать и воспитывать детей. Вечером семью Любови Олейниковой навестила Анна Кузнецова с подарками. Мальчикам футбольный мяч, рюкзак, Кристине книгу, ответный сувенир – шкатулка. Вы все собираетесь добрые дела на новой должности. Разговор продолжился за столом. Просьба омбудсмена – с семьей хотелось бы пообщаться без телекамер, чтобы разговор получился максимально искренним. Что касается тем общих для всех приемных семей, то их продолжат обсуждать в ближайшие дни. Форум будет работать по 12 октября. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова